Я как понимаю, вы меня уже потеряли, господи, зацепило. Представляете, вот у меня должна была быть доставка из спермаркета уже 16 часов, а их до сих пор нет. Если в прошлый раз из ленты мне привезли все вовремя, то в этот раз из метра, вот пожалуйста, 16 часов их нет. А мне нужно идти по делам. Не знаю, что, вот я стою, жду, смотрю в окно, когда приеду. Я должна выйти из дома, уже час назад пообещала, что скоро приду. И как быть? Нет, это что за безответственность? В общем, все, в следующий раз метра я не рассматриваю в качестве магазина, из которого буду делать доставку. Нафига, ну мне надо вот это нервничать, сидеть. Я хотела быстренько сделать распаковку, оплатить, сделать распаковку и уходить из дома. А тут получается, что? Сижу, жду, нервничаю, не ем. Селедку до сих пор перевариваю. Мне, кстати, достопочтенный сеньор написал, что такими глазами есть неприличная селедка. Вот. А меньше меня умеют. Ну где же ты, а? Ну вы же должны были уже привезти. Ну, ребят, ну сколько можно? Реально вся уже изошлась. Сколько можно? Негодую. Сейчас просто. Еще я... О, звонит, походу. Сейчас. Вот сто раз уже об этом думала. Стоит только кого-нибудь поругать. Ну вот его, да, я поругала, говорю. Где доставка моя? Тут же мне звонит, говорит. Здравствуйте, я у вас тут во дворах. А это... Скоро буду. Небольшая пробочка у вас во дворе. Нет, ну небольшая пробочка у нас во дворе, но не на три же часа. Согласитесь? Сейчас будем с вами вместе ждать, где он. Сказал, я найду местечко, припархуюсь и все вам принесу. Приехал. Вон он. Товарищ нас. Здрасте. Машет. Понял, что я его снимаю. Я ему помахала, он мне помахал. Звонил, говорит, у вас тут пробки во дворе. Вот он. Сейчас мое барахло занесет. Красота. Виталь, я чую, я так подсяду, вообще не будем ездить в магазин. Только если за рыбой, да за мясом. Хотя мясо у нас здесь есть. Посмотрите, 20 кило по кубке, бедный парень. Доставка 177 рублей, по-моему, или что-то около того. Пойдемте встречать. Дверь открою, как раз сейчас все встретим. Здрасте. Здрасте. Где вам угодно. Ставьте. Ставьте. Ага. Я вам картой должна платить. Да. Угу. Вам можно все взглянуть. Да, да. Вроде все. Спасибо. Ну что, разберем. 3007 рублей. Итак, масло, рис. У Велка не было. За вами стараюсь. Макароны. Вот это еще моя задумка с мясом детально очиненное. Сделала как-нибудь. Что ты такие брони сделал? Что ты такие брони сделал? Ты еще не пробовал. Что ты такие брони делаешь? Дальше. Средства гигиены. Всякие. Салфет. О. А это что-то с моей ополаскивателем я заказала все же. Молодец. Отлично. Вот это знаешь куда-то. Две сметанки. Вот. Пошли в ход. Сметанка. Бульгерия. Порошок. Оттуда надо высыпать. Еще что. Думай, Стас огромный. Ваниш. Там вообще не было, которые обычно покупают береватель. Так. И два финиша. Это соль для посудомойки. Сейчас, сейчас. Соль для посудомойки. Полотенце. Так. Исперед. Так. Это в шкаф. Календую. Два пакета муки. По 2 кг. Ладно, ты здесь постоит. Потом еще смеем. Пишу. Ой, не поделись. Ты такая сесливая. И яйца. Сейчас проверим. Мне вечно яйца кладут, чтобы не разбитые. Ну, нет даже все одинакового цвета. И здесь. Не разбито ничего. Все чудесно. Ну, ладно. Не буду мне проругать. Ладно, ладно. Хорошие прилипродукты. Сейчас. Хотела возмущаться. Надо посудомойку засунуть соли. Потому что она закончилась уже давным-давно. Неделю точно я уже дескору мою. И всю дорогу волнуюсь. Как бы у меня не кряхнуло. Посмотрите, какой огромный. Ох. Да место с любовью обожаю. Так. Блин. Ну, ванец. Потому что не было. Я хотела такой, как вот. Как же он назывался-то? Босс. Не было. Персоль. Вообще. Это метро. Вообще не было персоли. Это с мясом сделано. И Виталик скребился, потому что он не знает, что это будет. Макароли, 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 макароли. Куда же вас воткнуть, мои дорогие друзья? Возьму сюда. Все. Есть. Слушай, я другой ополаскиватель еще заказывал. Ополаскиватель. Надо посмотреть для посудомойчей машины. Другую заказывал. Неужто он не пришел? Ну-ка сейчас проверю. Все, друзья мои. Все сделаю. В мое большое ведро. В котором вообще в разнобой стиральные порошки. И даже здесь есть мыло хозяйственное в пакетике. Я им, правда, делала обрызгивание своих цветов на клубе. Сейчас заказала вот такой тайк. Ну, бывает его, бывает другой. Какой попадется? Нет, не принципиально. Честно говоря, у меня даже нет предпочтений ни по какому стиральному порошку. У вас есть предпочтения? Если у вас есть любимый какой-то порошок, ну, для цветных, напишите в комментариях. У меня предпочтений нет. Я не вижу разницы в них, честно говоря. Покупаю, какой попадается. Хотела босс купить. Босса не было. Был только ваниш. Ну, и все. И надо, знаете, куда? Просто в фикс прайс съездить. Купить снова пачек 30-40. А, здесь же это такая штука. 30-40 пачек персоли. Докинуть его у меня. Он всегда в бачке валяется, когда надо. Но я его трачу очень много. Но он бывает в фикс прайсе. До фикс прайса, когда до груз неизвестно. Ну, пока взяла, посмотрим, как этот будет работать. Наверное, принцип такой же. Ага, понятно. На пятна все. Ну, если вам честно сказать, у меня ваниш есть фиолетовый, который от пятна. Но он прям так, чтобы хорошо работал, я не могу сказать. Взяла этот. Ну, все. Оттуда кину пакеты. Все, друзья мои. Я вообще пошла в гости. Смотрите. Хоть тетям за мной наблюдает. Сладконосичная. Везде со мной. Вот везде.